Думаю, что свято сегодня получилось. Я думаю, что мы имеем в виду очень хороший приклад и для Мариупольской области, и для пана Головы, как приклад на будущее, как нужно делать спортивный святофель. Что-то подготовка спортсмен, я думаю, расскажу вам. Я увидел, что много было людей, невзирая на жару, конечно же, если была такая погода, как сейчас, то людей было бы гораздо больше. Но мы видим, что Мариуполь спортивный город, Мариуполь хочет заниматься спортом, и мы будем дальше развивать спорт в Мариуполе. И я думаю, этот фестиваль станет регулярным, ежегодным, и будем выходить с этим предложением Вадиму Сергеевичу Бойченко для того, чтобы мы стали не только культурной столицей, но и спортивной столицей Украины. Почему именно площадь свободы? Ну это символическое место для нас, для мариупольцев, потому что мы и для украинцев, мы любим свободу. Я думаю, что это знаковое место для Мариуполя, особенно. Сама название про это говорит – площадь свободы. Поэтому мы тут, несмотря на то, но очень важно, что тут красиво, особенно в вечеринке, танцующий флотанец – это просто что-то неимоверное. Я думаю, это была радость, как я вижу, и у взрослых, и особенно у детей. Александр Лашин сегодня подтвердил титул его семья, самой стильной Рудыны Украины. Скажите, у вас были сомнения насчет победы? Или вы были уверены? Нет, это спорт, и быть уверенным на 100% нереально. Тем более после турнира Василия Веростюха на призы его в 2008 году, когда я перед последним конкурсом уже говорил, что у меня победа в кармане, я лидировал. И потом споткнулся и стал вторым. После этого я уже такие фразы, я уже в следующий день говорю.